Уважаемые телезрители, мы ни в коем случае не хотим быть первооткрывателями в истории государства российского. Об этом много написано нашими историками Икором Зиным, Писоловьевым, Иловайским, Костомаровым, Татищевым и светочем наук российским господином Ломоносом. Нас интересует, да не только нас, история нашей земли, на которой мы живем сейчас, но история намного раньше, чем была описана теми историками, которых мы перечислили. И вот тут сразу встает какое-то таинство, какая-то тайность информации. Чем это объяснить? Мы не будем в это даже углубляться. Но есть на земле Ярославской сподвижники, люди интересующие прошлым, и одним из них является наш соотечественник, заслуженный художник. Россий, руководитель Рыбинского общества истории и краеведения Игорь Михайлович Мошкин, который любезно согласился познакомить жителей нашего города и области с древней историей земли Рыбинской. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Игорь Михайлович. И история, что тема сегодняшней нашей первой передачи будет посвящена Софийскому монастырю. И что интересует уже, вот как у меня человека, который любит историю, занимается, им таких, как я, много, история Софийского монастыря официально и реальна. Мы вас слушаем. Спасибо за внимание. И я хотел бы на сегодня представить следующее свое исследование. Мы знаем официальную историю, и в ней указано, несмотря на древнюю историю в Рыбинске, до середины 19 века не было ни одного монастыря, что удивительно для столь значительно русского города. В гораздо меньших городах было по 3-4 монастыря, например, в Угличе, Ярославле, Переславле. А в городе Рыбинске якобы впервые в 1860 году был основан первый Софийский женский монастырь, который стал духовным плодом прудов двух подвижников. Старца Адриана Югского и блаженного Иерея Петра Тома Ницкого. Первый собрал общину, ставшую основой новой обители, в которой определили линию место. К титрам благотворителя новой обители стал благочестивый купец Андрей Неклютин, строитель Пребреженского собора, всем известный для рыбинцев. То есть, получается, строилось все на купеческие деньги? Да, на купеческие деньги. Место, выбранное близ города у Гремячего, в прошлом называвшегося Киселевского ручья, было указано Неклютину еще в детстве. Но я хочу сразу вам оговориться, что собой представлял наш в этом месте, где поставлен был Софийский монастырь и единственный на территории России. Например, при изучении Институтом археологии Российской Академии Наук, который вот этот научный труд называется «Генезис народа в Верхней Волге», В схеме было отмечено «Бутовская культура, шестое тысячелетие до нашей эры», и записано «Стоянка Киселевский ручей на территории Рыбинска, орудия из пластин, пост деревьевские наконечники стрел, резцы, скребки и так далее. Иеневская культура, Рыбинский район, Стоянка Пенькова, Стоянка Поприна, орудия из отщепов и так далее. В общем, короче, очень много интересного найдено было о проживании человека на этой территории. То есть получается, что мы уже начали, здесь у нас лежит история, за шесть тысяч лет, в которую мы уже можем, как бы сказать, ее верить или не верить. Или даже не шесть тысяч, а где-то примерно двенадцать тысяч лет, когда появилась деятельность человека на территории Верхней Волги, что и было как раз в этой схеме указано. Далее хочу отметить, что в России было несколько соборов в честь Святой Софии, Однако не было ни одного Софийского монастыря. Рыбинский монастырь стал первым и единственным Софийским монастырем в земле русской. Он стал знаменем духовной столичности города на Волге, его особого предназначения в судьбах России. Монастырь был прославлен подвигами многих подвижниц. Несмотря на краткую историю, чуть более полуэка, Софийский монастырь стал значительным духовным явлением Святой Руси, явившись корнем других женских обителей, основанных этими носителями. Это публикация из рыбинских газет конца XIX века. Рыбинские известия, в частности. Все, что было записано. Далее еще такая публикация в газете была отмечена. Софийский монастырь основан в 1860 году на берегу реки Коровки. Средства на строительство давали рыбинские купцы, Миклютины. Храмы и кели были возведены в последней третьей XIX века и оформлены в духе эклетики и неорусского стиля. Первый храм в Софийском монастыре был освящен в честь иконы Богоматери всех корбящих радостей в 1861 году. Почему вот эта дата звучит? 1861 год. К этому времени мы встречаем празднование основания русского государства тысячелетия Руси. Оно отмечалось не только в городе Рыбинске, но и в Москве, и в Ярославле, и в других древнерусских городах. Ну, например, в том же Новгороде на Волкахе, который мы ныне знаем, Софийский собор построен, как ни удивительно, в XIX веке, а не в XI. Но я вам чуть позже объясню, почему в 1860 году этот монастырь был основан или восстановлен вновь. Это вопрос опять спорный. Итак, продолжим. Так, мне дало следующий вопрос. Причины появления Софийского монастыря мы уже объяснили. Да. Теперь меня интересует самый такой вопрос. Софийский монастырь в годы советской власти? Ну, немножечко поторопись с этим вопросом. Так. У нас надо теперь задаться вопросом, почему он появился? Так, я задаю второй вопрос. В смысле, меняю вопрос. Причины появления Софийского монастыря. Вот это будет более достоверно. Хорошо, давайте так. Суть в том, что установление христианства на Руси принадлежит нашему велико-русскому князю Владимиру Красно-Солнышко. Он выбирал разные религии. Мусульманскую, иудейскую. И вот остановился на христианской. Ну и для этой цели, значит, каким путем, мы не знаем, к нам прибыл первый византийский архиепископ Иоаким. Это дата его появления на Руси. 988-й, по другой дате, 992-й год. И он более 40 лет прожил в самом Великом Новгороде. Чтобы люди имели представление, действительно он жил или не жил, у нас наша Рыбинская археологическая экспедиция, которая работает уже ровно 20 лет, нашла печать византийского архиепископа, которая была у нас исследована лабораторным путем в Институте археологии, подтверждена, что это печать архиепископа византийского. Вот, например, что написано в электронной энциклопедии. Согласно традиционной церковной историографии, первый епископ в Новгороде, епископ Новгородский, прозвища предположена на данном поместу его прежнего служения или жительства город Курсын, ныне территория полуострова Крыма. Почему? Потому что он относился к той территории, они уже где-то в 3-4 веке приняли христианство. И, разумеется, оттуда у нас и прибыл. Вместо чтимый святитель в современной русской церкви, его память совершается в день празднования собора новгородских святых, неделю третью по пятницу, и в соборе святителя новгородский. И о ракиме упоминается в летописи новгородской первой младшей извода. Очень интересная фраза. Он построил несколько храмов, в том числе деревянный собор во имя Софии, при мудрости Божией, о 13 верхах. А немножко об этом первом деревянном, 13 главном Софийском соборе. Он упоминается в Софийской летописи, и там сказано, что он был построен в шести верстах от центра города Великий Новгород. Великий Новгород? Да. Вопрос опять спорный. Где у нас находился Великий Новгород? По официальной версии, на сегодня у нас Великий Новгород с названием стоит на реке Волохов. Мы видим, часть великорусской народности проживает в Великом Новгороде, Словения. А это найдено у нас. Если это у нас, то Великий Новгород стоял здесь. Есть. Далее. Здесь также указывается, что пребывание цивилизованного человека уже отмечено 12 тысяч лет до нашей эры. Да, понятно. И вот с этого момента мы можем рассказывать, что сюда пришли древние народы под названием Скифы Молги и Скифы Морски. Потом они стали называться Скифами Рыбасами. Мы немножко отходим от темы. Все-таки наша тема – Софийский монастырь. Да. Ну а теперь продолжаем. Так. У каждого народа есть свое поклонение разным религиям. Так вот, как раз на том самом месте, у Киселевского ручья, который впадает в реку Коровку, Коровка впадает в Череву, Череву в Волгу. Череву в Волгу впадает в Волгу. Был как раз основано древнее капище славян. Вот почему появился Софийский монастырь. Почему? Потому что также все древние церкви, которые отдожили до нашего времени из Средневековья, или хотя бы там в 16-18 веке, их ставили на возвышенности, на тех местах, где стояли древние капища славян. Они не только в нас, Рыбинске, но и на других территориях. Вот чем объясняется его происхождение. Ну что ж, тогда вопрос, который я вам повторял уже. Наша советская власть и Софийский монастырь. Ну а теперь наша советская власть, и как она вообще относилась к христианской религии. Конечно, отрицательно и негативно. У нас в первую очередь на первом месте стоял атеизм, учение неверок Бога, вера в могущество советской власти. Но тем не менее, советская власть у нас, как вы знаете, долго не простояла. В 1918 году, в августе месяце, прибывает первый отряд красноармейцев, которых поселили. Именно в этом Софийском монастыре. Да, в Софийском монастыре. Ну, мы не знаем подробности отношения красноармейцев к женщинам-монахиням, но только знаем, что, например, моя мама родилась на улице Софийской, близ Софийского монастыря. В 1916 году она родилась, и вот к тому времени как раз она упоминает, что приходили в гости, и монашки ей рассказывали, что Софийский монастырь является очень древним монастырем. Ну, мы задавали вопрос, если в 1860 году построен или основан, то уж никак не может быть древним. Значит, какие-то существовали другие источники, которые знали женщины-монашки, которые так вели вот это утверждение. И мне вот эта запала вот эта интересная тема очень давно, и я начал ее постепенно раскручивать. И вот к сегодняшнему времени я собрал ряд интересных исследований и вам сегодня рассказываю то, что я знаю. Ну, то, что они туда вошли, это понятно, что там красноармейцы, а потом все-таки там пошло дальнейшее разрушение этого монастыря. Ну, хотел бы ответить, что дело в том, что Советская Власть всегда относилась очень негативно к русской церкви, поэтому монастырь в то время не реставрировался, постепенно разрушался, а вот с 1925 года, скорее всего, с этого момента, там открывается еще и тюрьма. И тогда уже вообще стало неистерпимо и невозможно дальнейшее пребывание в этом Софийском монастыре всем поклонникам христианства. Хорошо. Хочу заметить, что в одно прекрасное время женщины, монахи, вывезли незнамо куда, поэтому нельзя говорить ни о чем. Просто они исчезли. Просто они исчезли. Следующий просто вот такой. Мы не будем больше на эту тему увлекаться. Что делать дальше? Настоящее и будущего. Есть ли возможность восстановления Софийского монастыря? В октябре месяце этого года я решил отлично пообщаться с настоятельницей монастыря матушкой Фомаидой. И для этого я лично сам впервые, кстати, побывал на территории Софийского монастыря. Что я там увидел, как я немножко пообщался, мне было как бы самого-то интересно. Кстати, наших рыбинцев я тоже приглашаю посмотреть, как на сегодня у нас выглядит древний Софийский монастырь. И вот что она мне поведала. Стоит такая перспектива восстановления полностью Софийского монастыря с участием, кстати, той же самой тюрьмы СИЗО. С администрацией СИЗО есть такая договоренность, что они будут выделять работников. Но самое главное, как она отметила, нужные финансы. Есть предварительная договоренность с руководством Русской Православной Церкви, и которые считают, начали ее руководиться, считая, что необходимо восстановить полностью Софийский монастырь. Но все зависит от финансов и от того активного участия граждан России в восстановлении этого интересного и как в архитектурном отношении, так и в христианском отношении монастыря. Вот я так думаю. Ну что ж, вы нам поведали первую тему наших передач о чем история Софийского монастыря. было очень познавательно услышать что-то новое. Для кого-то это может запомниться или что-то, но тема развития истории Земли Рыбинской, я думаю, должна продолжаться и дальше. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Удачи вам в ваших поисках. И все сама хорошо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова